С новостями к этому часу вас готова познакомить я, Наталья Мороз, и мои коллеги, корреспонденты ОРТ. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один источник новостей и хорошего настроения. В Оренбурге начинает вещание радиостанция «Планета-ФМ». В памяти Василия Чердинцева более 300 борцов Оренбуржии и соседних регионов готовы выйти на ковер. Начинаем выпуск с темы, которой сегодня приковано внимание всего мира. Это ситуация в Китае. Количество заболевших от коронавируса, по данным Роспотребнадзора, превысило 9 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. В Оренбурге разрабатывается план по защите региона от вируса. Оренбургские студенты, которые находились на обучении в Китае, из-за вируса решили вернуться домой. Но в Поднебесной остаются еще два человека. У них все хорошо, от эпицентра инфекции они находятся далеко. Это сообщили нашим корреспондентам в высшем учебном заведении. Ну а сейчас к другим темам. Плата за детский сад повысится, а ремонт Ледового дворца Звездной начнется уже в этом году. Эти вопросы сегодня рассмотрели на очередном заседании правительства области. Оно длилось менее часа, и за это время губернаторы и министры рассмотрели 21 вопрос повестки дня. Большинство из них были техническими. О принципиальных решениях областного кабинета министров подробнее расскажет Виталий Дерябин. Ледовый дворец Звездной пора ремонтировать, точнее реконструировать. Построенный 13 лет назад, он все это время активно эксплуатировался и нуждается в капитальных вложениях. Будет произведена реконструкция инженерной инфраструктуры Ледового, проведена в соответствии с новыми нормами, с учетом развития новых видов спорта и слэдж-хоккея, развития тренажерных зон. Стоимость реконструкции 100 миллионов рублей. Работы пройдут в этом году. Такую же задачу губернатор ставит по сельским футбольным полям и площадкам. За три месяца до строительного сезона контрактов по ним не подписано. За делов нету вообще никаких. То есть вы только собираетесь пока. Ну так вы так правы, давайте уже как-то, чтобы мы в мае могли иметь все контракты на руках, чтобы ходить уже можно было на работу. Выйти на работу, причем новую, поможет госпрограмма содействия занятости предпенсионеров. Выделяются средства для их переобучения на востребованные профессии силами профильного министерства. В этом году расширена категория участников. Теперь это 50+. Финансовое обеспечение 67 миллионов 367 тысяч. Проект определяет порядок обучения через центры занятости. Платить придется больше, но ненамного. В Оренбурге, Бузулуке, Гае и ряде сельских районов увеличивается родительская плата за детсады. Повышение размера родительской платы за присмотр уход за детьми в дошкольных организациях возможно только на размер индекса инфляции. Максимальный размер родительской платы увеличен на размер индекса инфляции за прошлый год. В остальных территориях роста пока нет. Так называемый «заявительный характер» предполагает, что эту тему должны инициировать муниципальные власти. В стадии решения и вопрос о строительстве нового учебного корпуса для кадетов Неплюевского училища Оренбурга. Его основное здание по решению федерального правительства в течение двух лет должно быть передано в ведение православной церкви. Виталий Дерябин и Горбероев. Новости дня. Автопарк госавтоинспекции региона пополнился новыми машинами. Обновление техники стало возможным благодаря федеральному проекту «Безопасность дорожного движения», который является частью нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Это самое масштабное обновление автомобилей для инспекторов ГИБДД. Сегодня в районы разъехались 49 машин. Они займут места, уже отслужившие свой срок техники. Новый транспорт оснащен современным оборудованием и всем необходимым для несения службы. Теперь здесь даже аптечка укомплектована так, что инспекторы смогут оказать первую медицинскую помощь. Диостанция в некоторых по две стоят, то есть цифровая, аналоговая. Обязательно каждая машина оборудована регистратором для хранения видеозаписей. В каждой машине три камеры. Кроме этого, еще дополнительно стоит в каждой автомобиле дополнительный аккумулятор. Это тоже хорошее подспорье. Автомобили оценивает и губернатор. Денис Паслер признается, что впервые сидит в патрульной машине. Приятная, комфортная машинка. Руль легкий. Все, она на шипах уже, да? Да. Красота. Сегодня вручают только часть автомобилей. Всего за год служба получит около двухсот новых машин. В первую очередь программа направлена на снижение смертности от ДТП. К 2024 году в России она должна уменьшиться втрое. Такую задачу перед инспекторами ставит президент. Сейчас прервемся и вот о чем расскажем далее в программе. День воинской славы. Участники-очевидцы Сталинградской битвы вспоминают время кровопролитных боев. Еще один источник новостей и хорошего настроения. В Оренбурге начинает вещание радиостанция «Планета-ФМ». В памяти Василия Чердинцева более трехсот борцов Оренбуржи и соседних регионов готовы выйти на ковер. В Оренбуржи выросли тарифы за капремонт. Квитанции с новыми цифрами придут в первых числах февраля. Больше всего будут платить жители многоквартирных домов, где шесть этажей и выше. Для них суммы за один квадратный метр выросли почти на 60 копеек и составляют чуть больше 9 рублей. Для домов не выше пяти этажей эта стоимость капремонта увеличилась на 47 копеек и равняется 7 рублей 15 копеек. Однако не везде, где в 2020 году запланирован капитальный ремонт, будут проводиться работы. Один из проблемных домов находится на улице Цвилинга областного центра, жители которого за помощь обратились к нам в редакцию. В эфире ОРТ мы уже рассказывали о 71 доме на улице Цвилинга. Зданию больше 70 лет. Последний раз косметический ремонт здесь сделали в 2015 году. Капитального не было ни разу, говорят оренбуржцы. Дом настолько обветшал, что по стенам пошли трещины, а с потолка посыпалась штукатурка. Столок просто сыплется, в доме перекрытие деревянное, стены трескаются, штукатурка отваливается, а от руки просто отваливается. В фонде модернизации ЖКХ области отвечают. В программе капремонта этот дом стоял на 2020 год. По плану здесь должны обновить систему газоснабжения, водоотведения и отремонтировать крышу. Однако документы местные жители так и не подали. Управляющей компании здесь нет, а людям никто не сообщил о программе. В управлении ЖКХ Оренбурга отвечает, дом не признан аварийным. Следующий капитальный ремонт здесь намечен на 2040 год. Если оренбуржцы с этим не согласны, то могут инициировать проведение работ досрочно. Для переноса срока капитального ремонта на более ранний, собственники могут предоставить документы комиссии в муниципальный орган. Кроме того, собственники вправе по собственной инициативе в любой момент принять решение о проведении капитального ремонта, не используя средства фонда капитального ремонта. Если жители хотят признать дом аварийным, то за свой счет они должны провести экспертизу. По словам представителей УЖКХ города, обследование проводится специализированной организацией только за счет средств заявителей. К другим темам. 2 февраля в России отмечается День воинской славы. Это праздник в ознаменовании побед советских войск, которые сыграли решающую роль во Второй мировой войне. Именно 2 февраля 43-го года завершилась одно из важнейших сражений – Сталинградская битва. День стал переломным моментом в ходе всей войны. Сегодня в Оренбуржии проживают очевидцы тех страшных событий. Своими воспоминаниями они поделились и с нашей съемочной группой. Все подробности далее. «Ты не представляешь, как это было там. Ни воды, ничего. Вот мы так вот живем». Анне Ивановне 99 лет. На столе награды. Всего их было около 30, но некоторые потеряла на фронте. Женщина признается, не до них тогда было. Но особенно дорожит двумя – орденом за мужество и медалью за оборону Сталинграда. Вспоминает, как в 42-м ее 21-летнюю девушку призвали на фронт. Потом товарным поездом Анну и еще 100 девушек отправляют в Сталинград. В то время как отец, мать и два брата остаются работать в селе. Я моторист была. Я была мотористом. Мы заправляли самолеты, бомбы подвешивали, пулеметы чистили. Ну, в общем, все такая грядная работа была. В бензине я вот, я в бензине была три года. Бензин, бензин. В бензине стирали комбинезон в бензине. Все это все одевали на себя опять. Негде было, дочке ничего делать. Ничего. Три года она служила во имя Победы. Военный билет хранит до сих пор. Говорит, несмотря на возраст, делала все, чтобы наши войска дошли до Берлина. Тяжелые годы. И своей жизни без слез она не вспоминает. И спустя восемь десятилетий. Говорит, каждый взлетевший самолет провожали, как в последний путь. Самолета нет, улетит самолета нет. Значит, все, пропал самолет в земле. Вот в восемьсот восемнадцатом. Как провожали, плачем, встречали третьего, кто прилетит, кого нет. Вот так вот. И плакали. На фронте юная мотористка ознакомится со своим мужем. Он летчик. После Великой Победы над фашизмом играют свадьбу. Вместе прожили счастливые 75 лет. Анна Ивановна признается, засыпает с мыслью, чтобы те страшные годы больше никогда не повторились. Анатолий Гаврилов без парадного пиджака с медалями гостей не встречает. Вот и сегодня к учащимся техникума пришел к препараде. На груди две самые важные для него медали. Сегодня он проводит открытый урок для молодого поколения. Рассказывает, в 1942 ему не исполнилось еще и пяти лет. Отец ушел на фронт. Участвовал в битве за Сталинград. Маленький Толя на поезде решает ехать за ним вместе с сестрой. Ну, видимо, или разбомбили, или обстреляли. Я тогда не понимал. Я этого не помню. Я помню, что снег вот у меня до сих пор перед глазами. Снег, лежим на снегу, кругом везде люди. Вот масса людей. Видимо, поезд горит, но огонь. Вагоны горят деревянные. Кругом ревут, плачут. А у меня никак слезы не текут. Татьяна лежит на мне и своим телом меня прикрывала. Семья чудом осталась жива. День победы встречали в полном составе со слезами на глазах. Сейчас Анатолий Гаврилов считает своим долгом рассказать, кем и как писалась история. Открытые уроки о войне уже традиция. Сталинградская битва – важный этап Великой Отечественной войны. По количеству убитых и пропавших без вести она считается одной из самых кровавых в истории человечества. Анастасия Кубатко, Константин Воробьев. Новости дня. А теперь к нашим корпоративным новостям. Мы расширяемся. Плюс еще один источник новостей и хорошего настроения. Совсем скоро появятся в нашем медиахолдинге «Планета». 2 февраля в Оренбурге начнет вещание радиостанции под названием «Планета ФМ». Радио для энергичных, целеустремленных людей, позитивно настроенных на жизнь. Так позиционирует себя новое средство массовой информации. Так что присоединяйтесь к нам на новой волне. Вы слушаете радио «Планета ФМ». Музыка различных стилей и направлений. Самые свежие новости – развлекательные и познавательные программы. Организаторы вещания уверены – новое радио обязательно найдет своего слушателя. Сначала оно откроется в Оренбурге, а затем по всей области. Начиная уже с этого воскресенья, жители областного центра услышат голоса радиоведущих и диджеев, которые будут заряжать их оптимизмом и помогут быть в курсе последних событий. «Планета ФМ» – это будет региональная, местная, полностью на самостоятельном программировании радиопрограмма, радиостанция. Это будут самые свежие, самые интересные новости. Рассказы о людях, которые сформировали себя, которые являются экспертами в той или иной области. Запуск «Планета ФМ» сопровождается магией чисел. Первая передача выйдет в эфир 2-го числа, 2-го месяца 2020 года. Слушайте частоту 87,9 МГц радио «Планета ФМ». И к новостям из мира спорта. В Оренбурге проходят чемпионаты первенства области по спортивной борьбе, посвященные памяти дважды героя социалистического труда Василия Чердинцева. В соревнованиях собрали более трех сотен борцов нашего и соседних регионов. Борьба в Оренбурге относится к приоритетным базовым видам спорта. Ею занимается около 9 тысяч человек практически во всех городах и районах. Ежегодно у нас проводится 27 турниров, 6 из которых всероссийские. Чердинцевский турнир в этом году 20-й по счету. Сам Василий Макарович еще недавно отмечал 90-летний юбилей, открывая соревнования и лично приветствуя участников. А вот уже второй раз турнир посвящен его памяти. На трех коврах в зале Олимпийского три вида борьбы – вольная, греко-римская и женская. Сегодня приехало 25 муниципальных образований, 356 участников, 12 мастеров спорта и 108 кандидатов мастера спорта. Турнир Чердинцева традиционно собирает сильнейший состав юношей до 16 лет и юниоров до 21 года. Эта генеральная репетиция перед следующим стартом окружены. Далее выход на российские, международные уровни и даже победы там. Как, например, в первенствах Европы и мира классика Максима Скуратова, вольника Владимира Гиенко. И по такому пути желают идти участники нынешних соревнований. Мы все друг друга знаем, давно со всеми знакомы уже. И каждый знает, кто что делает, прием. На округе будет явно тяжелее, потому что борцы из других республик тоже не сидят на месте, они тренируются, как бы растут. И также мы и на сборы поедем, и мы к ним, и они к нам приезжают, так содействуем. Областной турнир отборочный. По его итогам будут составлены сборные по двум возрастам, которые в феврале и в марте будут доказывать, что Оренбуржья – сильнейший борцовский регион в Приволжском федеральном округе. Анатолий Юденич, Игорь Бероев, Новости дня. На этом все. Еще больше новостей и наших телепроектов на официальном сайте media56.ru. Там же вы можете следить и за нашим эфиром. Ну и присоединяйтесь к нам в социальных сетях, где вас ждут розыгрыши и подарки. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok